В Муравленко провели единый день диспансеризации. Его организовали в выходной день, чтобы каждый желающий мог получить консультацию в одном месте и без очередей. В акции приняли участие 17 человек. Диспансеризация взрослого населения в городе проводится уже на протяжении многих лет в рамках нацпроекта здравоохранения. Комплекс исследований позволяет выявить заболевания на ранней стадии, тем самым уменьшает риски их развития. В рамках диспансеризации чаще всего выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы, это артериальная гипертония, сахарный диабет и онкологические заболевания. В прошлом году в Муравленко обследования прошли более 11 тысяч жителей. В планах на этот год охватить профилактическими медосмотрами более 12 тысяч человек. Для удобства горожан медики готовы поработать и в выходные дни. Сидя в телефоне ВКонтакте, увидела, что сегодня единый день диспансеризации. И так как я уже давно не приходила, решилась, что надо пройти, потому что в рабочее время некогда, не успеваешь, работа, дом, дом, работа. И решилась пожертвовать своим выходным днем и сходить провериться. Я очень довольна и специально пришла воспользоваться случаем, когда мало народу и удобнее все пройти быстрее. Комплекс исследований, на которые направляют человека, зависят от его возраста, пола и уже имеющихся хронических заболеваний. При выявлении отклонений в показателях пациентов отправляют на второй этап. В рамках второго этапа предусмотрена консультация врача-хирурга, врача-уролога, проведение теста толерантности к глюкозе, определение гликированного гемоглобина, компьютерной томографии органов грудной клетки. Все зависит от того, какие изменения выявлены на первом этапе у человека. Для прохождения диспансеризации нужен паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не требуется. Обследование можно пройти во взрослой поликлинике в будние дни. А следующий единый день диспансеризации запланирован на 17 августа. Татьяна Максимова, Авелина Хамзяева, Антон Иванов. Новости Муравленко.